Эгоизм 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 ненавидит душу свою, кто же отвергнется самого себя меня ради и Евангелия, тот послужит душе своей, ее устроив не только благополучно в жизни сей, но и в жизни вечной. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, предписывает апостол Павел. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Вот ориентиры, которые надлежит каждому держать перед собою для того, чтобы не считать делом жизни своей причинение самому себе всесторонних благ. Конечно, иногда люди от рождения проявляют себя более внимательными, заботливыми о ближних, вообще о себе забывающими, а некоторые тоже по непонятным для родителей причинам с младенчества страдают какой-то особой самостью. И как с ней бороться, подсказывают нам, конечно же, святые отцы. Святой Феофан Затворник предлагает нам запечатлеть на сердце такую палитру человеческой греховности. Представим знак, похожий на символ германского производства автомобиля Мерседес, поделенный на три части. Так вот, в центре этого пирога та самая самость, которая вошла в человека после грехопадения. А вот эти три сектора нужно понимать и видеть в своей душе, к сожалению, не пустеющими, не пустующими, и по мере благоразумия и с усердием всяким бороться об их очищении. Так что чем же заполнены эти греховные секторы вокруг самости, корня зла? Славолюбием, сребролюбием и сластолюбием. Тот, кто эти болезненные любия научится замечать в своем сердце и врачевать их покаянием, тот и оказывается победителем на том поприще борьбы с эгоизмом, о котором вы спрашиваете. Продолжение следует... Продолжение следует...